Здравствуйте дорогие друзья, с вами Валерий Буфсуновский. Начаться вот с чего я начну. Ребят, вот скажу как на духу, по-честному. Я долго собирался писать курс по Джанго 2. Этот курс очень интересный. Почему? Потому что если посмотреть на курс, то мы здесь, здесь задача собрать себе программиста с первых шагов и нарабатывать этот опыт. К этому я вернусь позже. Причем здесь Ubuntu. Ребят, вдохновение вот такое большое, что я по два, по три курса пишу в день, меня вдохнуло Ubuntu. Просто-напросто я к ней шел лет пять. Сегодня я работаю только в Ubuntu. Ну, я сразу заявляю, что в школе Буфсуновского потихонечку людей буду приучать к Ubuntu, к Subuntu, Ubuntu, к Linux. Почему? Да откройте вы любую библиотеку, любую Python, но везде сначала заточено под Linux. Установишь, нет проблем. Вчера вот писал уроки, вчера писал уроки по Windows. Честное слово, ну, заставил себя, но понял, надо ребятам помочь. И то, я сразу скажу, у меня получилось по Windows, наверное, 23 урока. Ну, много, потому что там много заморочек. Много уроков получилось. Сейчас, секундочку, перейду. Первый курс, там получился 13, второй. И это все, там одни слэши, вторые слэши. Пришлось строку скачать. Так это, для меня, человек довольно опытный. Ну, мне пришлось затратить, грубо говоря, чтобы разобраться. А мы устанавливали Jupiter. То есть, оболочку, оболочку, да, чтобы Iron Python, это командная строка, чтобы выворачивать наверх весь код. Это я специально вел этот инструмент, чтобы Джанго рассказывать не только работать, допустим, в пейчарам и писать, а командную строку выворачивать, ну, настолько на оружие, чтобы человек понимал. Но вы спросите, а при чем здесь Ubuntu? Так вот, я говорю, когда я, вот, сейчас буду записывать уроки по Linux, как настраивать этот, Jupiter, мне уже сразу настроение, я раненько встал, потому что, проделал, потому что я знаю, что оно здесь работает сразу. Почему? Потому что первоначально все под программирование заточено на Linux, потом уже под Windows. Ребят, ну, смотрите, ну, разве это не чудо? Во-первых, открываем командную строку, набираю, да, Сурж, активаты, кондо 35. Все, вот мое виртуальное окружение. Никуда не надо бежать, никуда не надо лезть, ничего не надо открывать. Все, вот, пожалуйста, вот оно, работай с ним. Я себе насоздавал алиасов, то есть, это команд, которые короткие. Захочу запустить, посмотреть, что у меня там за ноутбуки сейчас, допустим, включены. И я себе Jupiter, ноутбук, лист. О, нету никаких серверов. Пусть вам не видно, суть вы поймете, что это для программирования просто правильно. Захочу запустить ноутбук, да? GM. Все, заработало. Сразу заработало, без проблем, без ничего, без каких-то вещей. Работать один кайф. Грузится. Ну, давайте посмотрим. Так, где она делась? Закрываем пайчаром. Открываем. Ну, пайчаром тяжелая программа. Ментом. Моментально. Моментально. И вот, каждый шаг, да, вы знаете, ну, трудно человека там воодушевить, допустим, я занимаюсь написанием курсов с 2009 года. Ну, по сути дела, должен был вроде, фу-фу-фу, устать, да, надоело. Но мне хочется рассказывать. И на самом деле я себя ловлю на мысли на днях, что, ха, так я, оказывается, каждый раз хочу больше просто узнать об Убунту. Да, возможно, сейчас кто смотрит меня опытные линексоиды, они только будут улыбаться. Правильно. Но для меня этот мир, я его открыл. Ведь я уверен, что сейчас могут смотреть видео те люди, которые хотят перейти на Убунту. Вроде бы так хочется, да, но не получается. Ребят, ну, я такой же. Я пять лет шел к Убунту. Ставил, сносил, плохо, хорошо, ругался. Ну, теперь меня не загонишь. Не загонишь на Windows. А почему? Да, есть. Сначала пока разберетесь с командной строкой. Хотя я тут немного. Быстро хотите перейти, значит, делаем два шага. Первый шаг. Устанавливаем обычную Убунту. Ставим Убунту. Материала много. Установить Убунту. Она сама ставится, все. Потом, ребята, наверх, наверх ставим к Субунту. По сути дела, это вы поставите рубашку. ХФСЕ, то есть одной командой. При входе у вас останется и Убунту, и КсУбунту, и любые дистрибутивы. У меня иногда, вот, стукнет, думаю, ну, пойду поработаю в Убунту. Не, потом бегу к Субунту. Но, понимаете, вот почему КсУбунту нужна для начинающего? Потому что человеку нужно привыкнуть к командной строке. А ведь программирование – это первейшая вещь. И она должна работать, она должна пониматься. Она не должна делать каких-то двоичных действий. Она не должна ничего вычислять, как это делается в Windows. Он думает, а разрешить или нет. Она просто должна работать. Вот, понимаете, вы представьте, у вас на столе лежит вилка. И вот вы собрались кушать, тарелка начала прыгать. Тарелка решила, что ей надо попрыгать. А когда вы будете кушать? Или вы хотели взять вилку, она взяла и побежала. Ну, я говорю, к примеру. А почему? Потому что, ребят, не потому что я хочу, нет, я хочу похвалить именно КсУбунту. Но, вот это мой вывод, ребят, чисто субъективный. Вот вам Windows, да? У меня есть десятка, но уже она, если раньше я каждую неделю старался почистить, то сейчас я ей мало пользуюсь. Вот Windows. Вот Windows. Вот смотрите. Для меня сейчас. И мы идем со своим программным обеспечением. То есть, что мы делаем? Мы не можем взять и пойти в Windows. Мы пристраиваемся где-то сбоку. Потому что Windows это скала. Windows не, мы не видим ни файлов Windows внутри. Там делала, делала, делала библиотеки. Мы не знаем, что он делает, как он делает. Мы не знаем, заглюканет ли он. И мы не можем просто построить по себе. Да, мы можем там скачать программу, грубо говоря. Скачали программу, взяли кефри. Ну, прокладку, грубо говоря, драйвер. И вроде все работает. Windows сам себе, мы сами себе. И когда он там психанет или будет что-то другое делать, мы не знаем. Ребят, ну, это, не надо, не надо возмущаться и говорить. Я сейчас говорю чисто о программистах. Если вы, вот, понимаете, ну, это не мое мнение. Как не смотришь телевизор, где показывают программисты, везде только Linux, только Linux. На серверах только Linux, везде Linux. Как заходишь в программу, скачать какую-то библиотеку сначала, бах-бах-бах, все по Linux. Так правильно? Потому что, сейчас я дальше расскажу. Это мое субъективное ощущение. Windows, он мне, вот, XP когда-то, мне нравилось. Да, эту систему затачивали. Как пошла семерка, десятка, да, вроде стабильно, но они настолько гонятся, ничего не успевают. Куча функций, много не нужно. Да, вроде, десятку установил, да, работал, закрыл программу, грузить, бах, опять синий экран. Ну, ладно. Нет, не надо говорить. Я опытный Windows всегда восстанавливаю. Но, понимаете, Windows это скала. Здесь нам места нету. Здесь мы просто наблюдатели. Мы можем попользоваться и походить вокруг, но построить Windows под себя он не даст. Никогда. Пишут и программы, пишут и программный код, потому что люди понимают, что большинство начинающих людей пользуются Windows. Да, да, многие из тех, кто сегодня смотрит видео, которые придут к Linux, обязательно в программировании придут к Linux, они сегодня пользуются Windows. Им же тоже надо программировать. Я же говорю, я 4 года писал уроки, в принципе, под Windows. Хорошо. Так, я этот инструмент только изучаю, поэтому прошу не ругаться. Значит, я это нафиг вот сюда удалю пока, чтобы, я не знаю, как тут пока создать. Это вроде PowerPoint, но что такое Linux? Вот для меня, в моем ощущении. Я расскажу. Вот оно. Это Linux, это ничего сначала. Это просто ядро. Ядро. Где мы начинаем создавать свой мир. И тут, наконец-то, я понял, боже мой, так оказывается, в компьютере, может быть, то, что я внутри хочу, то я и могу видеть. И с каждым разом я говорю, что меня воодушевило на уроке, что я бомблю эти уроки по 2, по 3 в день. Сижу с утра, сяду в 12, час ночи. Да раньше я вообще до 4 работал, все, пошел гулять. Хочу, хочу, потому что мы начинаем, ребята, ни в коем случае Linux, он говорит, вот, ребята, делай, что хочешь. И мы начинаем не как Windows, а мы начинаем подстраивать его под себя. Вот тут нам надо так, вот тут надо так. То есть он пускает в себя. При этом, вот смотрите, допустим, в винде чего-то не хватает, все, она летит, либо не загружается. Этот будет загружаться, ребята. Просто информации по Ubuntu много. Да, здесь можно взять и доустановить кусочек какой-то библиотеки. И уже работает по-другому. Но это можно. И мы начинаем допиливать. А кто-то, а кто-то будет сидеть, сейчас за монитором, говорит, ой, так это плохо. Нет, ребята, это очень хорошо. И каждый раз, каждый день я что-то новое узнаю о Linux. И каждый день система, я ее подтачиваю, подточу, сохраню, подточу, сохраню под себя. И уже моя скорость работы, если раньше я когда совсем только начинал, я так тыкался туда-сюда, то оказывается все сейчас быстренько. Мне надо открыть одно, второе, папочку там, видео надо взять. Я посмотрел, надо зайти, я себя построил как администратор, открыл, ввел. Все, все окей, все работает. Если раньше у меня возмущение вызывали, ну вот, да, я был, как и многие те, кто пользуются Windows, но у меня есть папка программ Files, я в нее все буду пихать. Ребята, это дуристика. И я думал сначала про Linux. Ну, я хомуха, но нахрена столько папок? Оказывается, когда разберешься, что каждая папка имеет свое назначение, ты четко понимаешь, что искать в этой, в той папке, в следующей папке. Я, мне сразу, когда я прощек, я понял, опт ставится дополнительной программы, я сюда начал пихать. Как в опт поставишь, оно все автоматом, и в бинде ярлыки ставятся, и все. И самое интересное, от нее ничего. Вот, понимаете, Linux надо настроить. Вот как настроили, вот у нее есть состояние, и она будет так работать. Вот как волк, и пошла, и пошла, и пошла. Ни вправо, ни влево она будет стабильно отдавать то, что вы хотите. И будет как волк, как динозавр идти вперед, ни вправо, ни влево. Нет неожиданностей, нету здесь, ребята. Это не Windows. Если настроена, вы сегодня, завтра, послезавтра запустили, она будет работать всегда ожидаемо. Просто я выполнил, как ребята советовали, отключил автоматические обновления. То есть, я сам проверяю обновления. Если есть обновления, я обязательно сначала делаю точку восстановления, и все другое. А потом дальше. Ну, мне хост сейчас не надо, я его, вот, Windows у меня он не информировал. Тут все информирует. Все. Убрал. То есть, я подумал, так, потихонечку буду в школу приучать. При этом, ведь, так как мы работаем в школе с пайчаром, то есть, она для всех одинаково, в любом случае, Mac, Windows, ну, неважно какая, мы работаем с пайчаром. Но для себя лично, сейчас все проекты делаю именно в Linux. Когда начал, писал курсы, курсы по битбакет. Так, так, где они? Сейчас, секундочку. Начал писать курсы, когда по Django 2. А, вот, поэтому по гиту, да, возвращаюсь. По битбакет. Так вот, все, вроде и в Windows все отработало. Но как дошло до, значит, SSH, то есть, чтобы не вводить пароль, Windows пришлось мне очень сильно выкручиваться. Я с таким же ожиданием пришел на Linux. Но он, оказывается, это все понимает сразу. Почему? Опять, опять говорю, ну, все заточено под Linux. То есть, пайчаром быстро поняла, никаких лишних действий, никаких обходных путей, все заработало. Сразу же. Для меня это хорошо. Но для меня вот это вот откровение, что Linux это то, что мы делаем сами. И она начинает, он начинает соответствовать тому, что мы хотим видеть. Это круто, ребята. Это настолько воодушевляет. Это настолько сращивает. Это настолько облегчает выполнение любых задач. То есть, а я начал, у меня все под Python, заточено. Все под Python. То есть, и я теперь четко понимаю, что мне сделать, где мне сделать, как мне сделать. Да, вроде бы ничего необычного. А вот я тогда упустил, ребята, я говорил, что ставите к Субунту. Пока вы разберетесь, когда вы поставите дистрибутив к Субунту, пока вы разберетесь с командной строкой, а к Субунту дает возможность все делать, кроме всего того, мышью, как привыкли в Windows. При этом, мне все устраивает. То есть, я искал для себя, во-первых, мне должно быть меню. Вот так вот разложено, да, чтобы я быстренько знал, мог найти. Во-вторых, его здесь можно отредактировать. Ну, все как везде. Во-вторых, мне надо было, вот здесь я себе удобно поставил. То есть, я могу все теперь, что мне надо запустить, в любой момент. При этом, в-третьих, у меня должны запускаться все виртуальные окружения, которые я сразу, без каких-то проблем. В-четвертых, эти виртуальные окружения не должны, хоть вроде как не должны друг с другом конфликтовать. Да, случалось в Windows такое, что где-то запомнило, запускаешь, вроде оно пишет, что, ну, тут такого не бывает. Тут вы можете запустить 10 виртуальных окружений, каждый будет само себе работать, и Linux с этим справится. Насчет скорости работы, быстрая, насчет настроек, любая, но самое главное, что мы можем из Linux сделать то, что мы хотим видеть. И вот, когда я начал писать курс, я подумал, ну, хорошо, сделаю я там, я писал курс длинный на, сначала на Pro365.net, там было Django 1.6, потом писал курс на этом сайте, это было 1.7. Когда начал писать по двойке, ну, уже шепот есть. И тогда решил, я вообще удивляю себя, почему я шел таким трудным путем. Поэтому я подключил сразу гид, а это для новичка важно. И самое интересное, что гид в Linux, он вообще супер работает. В Windows он тоже работает, все полностью, но в Linux все проще. И начал собирать, кроме изучения, Джанго сразу и сервер собрали, и Джупитер, чтобы, то есть, уже чтобы готовить человека в Джанго, чтобы у него был полный арсенал. Он работает и с сервером, он работает с гид. А вы скажете, не важно, ребят, я вот, допустим, это упускал раньше, да, что гид надо там, допустим, только для разработки команд. Да он для новичка надо больше всего. Но, когда я начал настраивать пайчаром, я писал уроки. Все, мне здесь, мы настроили, все, я показал, там плагин установили, все, есть уроки. Но в Linux все работает правильно. Часто я уже настроил пайчаром, поэтому все, пожалуйста, комит. Сейчас оно, ну, не буду до конца, сейчас, но вопрос в том, что все сразу заработало. Сейчас я создал гид. Вот, добавились файлы. Теперь должно быть все нормально. Да, тут правильно, надо среду исключить. Сообщение написать, это, само собой. Так вот. Зачем новичку надо гид? Да очень простая система. Вот смотрите. Вот я подключил гид. Вот у меня есть. Ну, это я рассказывал уроки по Jupiter, и мы делали представление. А теперь, представьте. Будем читать. У вас всегда стабильное приложение. А теперь я беру New Branch. И вот внизу я переключился на ветку branch. Теперь я беру, пишу, что хочу. Ну, например, давайте самое простое сделаем. Создадим файл, текстовой файл, э-гэ-гэ. Е-гэ-гэ. Е-гэ-гэ. Сейчас поймете, особенно новички. Так вот, создал я файл, э-гэ-гэ, видите, по чарам отметила. То есть, я его сейчас добавлю в репозиторий. То есть, сделаю коммит. Сделал коммит. Вот этот файл э-гэ-гэ. Вот он, видите, вот он есть. Переключаюсь обратно на ветку мастер. Нету. А теперь, ребят, новички, спрашиваю. Так у вас страх уходит. Я понял, по школе по новичкам уходит страх сразу. Программирование. Почему? Новичок сделал одно приложение и бомбит в нем. Что-то написал не так, слетел и начинает все сначала. Больше не надо. Гид, как только мы создали ветку, создается копия проекта. Вот сейчас вот здесь гидмастер написано. Вы не видите, я просто говорю. То есть, мы создали сейчас ветку, переключились на нее, вот наш файл появился. Опять. Э-гэ-гэ, вот он. Это я сейчас создал текстовой файл. Это относится к программному коду, к базам данных, к чему угодно. Ушел страх, что что-то не получается. Ну, не получилось, нахрен удалил ветку, вернулся к началу проекта, создал новую. Но, всегда есть живая версия. Нет страха, что, ой, опять сначала начинать, в кайф. И вы скажете, что это нужно только для команд. Да не-е-е-е. Новичку это нужно, как воздух. Просто об этом мало говорят. И это мне помог выяснить. Линукс. Потому что, я вот, когда полез в Линукс, я долго гид обходил. Ну, не надо, не надо. Ну, по памяти где-то. А полез в Линукс, да, я думаю, попробую. А как тут то, а как тут это. Ну, потом я показал, как настраивать пайчаром. Просто все сделал. Все. Мы тут и плагин устанавливали. Все курсы очень подробно писал. Но вопрос. Сам процесс инициировал то во мне Линукс. И при этом, сейчас эти уроки могут делать и кто на Windows, кто на Линукс. Почему? Потому что пайчаром, мы работаем пайчаром. Она работает для всех систем одинаково. Но в Линукс это все удобнее. Итак, ребят, получилось, как бы, сейчас кто-нибудь меня обвинит, что это реклама школы. Нет, ребята, пусть вы говорите, как хотите, но не в школе дело. А в том, что вот этот заряд, он именно с этими вот неограниченными возможностями Windows. И я вот сам себе сижу и думаю, а ведь действительно я заслужил. Я пять лет к нему подбирался. Ну так мне хотелось. И вдруг я ловлю себя на мысли, что я понимаю, начинаю понимать. Я не могу сказать, что я уже опытный линуксоид. Я могу только сказать, да, я только учусь. Но мне безумно интересно. Уже скажу, так как рассказывал школу о том, кто будет думать. СПБ-ТРТУ.РУ. Школа. Много лет она ведется, я говорю. Поэтому, ребята, вы знаете, записывал видео, просто захотелось рассказать. Может оно подвигнет кого-то, ну еще раз покопаться в линукс. Ну еще раз. Ребята, дам универсальный совет. Значит, начните делать в линукс какой-то проект. Ну вот, допустим, какой-то проект. Чтоб у вас там накопился материал. И вы будете четко понимать, ага, оно у меня там. И потихонечку придете. И потом это придет в кайф. И вы увидите, ваша рука будет тянуться, переключить именно к линуксу. Потому что, особенно тем, кто занимается программированием, ребята, это главное. Все, с вами был Валерий Бовсуновский. Я что хотел сказать, я сказал. Вроде бы о всем, вроде ни о чем, но, в общем, о чем-то рассказал. Я рассказал, просто рассказал. Меня мало заботит, как это многих людей, а что обо мне подумает. Да, я много лет, когда до программирования, ходил из двери в дверь. Поэтому чем-то меня пробить, ну, мне по барабану, грубо говоря. Что обо мне подумают. Но вопрос в том, что я все-таки думаю, что вот эти вот мои эмоции, а они искренние, откроют путь и дадут силы попробовать линукс еще многим людям. Ребята, пробуйте линукс. Делайте линукс вот внутри, что хотите, вы потом сделаете то, что вы хотите видеть. Это будет система ваша. Это будет система, вы будет система. Она будет делать. А еще ее можно автоматизировать, чтобы она кучу вещей делала вообще за вас. Но только потом сильно не ленитесь. В общем, воодушевление вам. Самое главное, ребята, воодушевление и самое главное здоровье. Деньги, они всегда есть, они всегда будут. А вот воодушевление и здоровье это надо искать. Так вот линукс это и есть вот этот генератор в воду. Генератор. Как правильно сказать? Большой-большой генератор. Все, ребят, спасибо, до свидания. Большой генератор.